Друзья, всем привет! И это то самое видео, где я обещал вам, что мы будем заниматься настройкой ордокоптера. Сегодня займемся настройкой. Я покажу, что, куда, как, как откалибровать. У меня, в принципе, это все дело уже более-менее полетело. Я сейчас заменил раму. Да, вы были правы, что десятка профиль будет достаточно. Это как раз десятка профиль. Я вот сейчас ее поставил, собрал. Она достаточно жестко, хорошо летает, но еще звенит. Я и не успел закончить спидами настройку. Но главное, я вам покажу направление. А дальше вы уже сами разберетесь, поскольку каждому коптеру нужен будет свой подход. И все равно будет каждый раз настраивать по-разному. Итак, погнали! Итак, вот эта рама, которую я собрал, весит, по-моему, 148 грамм, что ли. Ну, вообще, скажем, 150 грамм. Вот эта же рама, которая была до этого, весит 270 грамм. На этой вот всей фигне мы сэкономили значительно-значительно приличного веса. И теперь вес вот этого всего коптера полностью собран. Он вот полностью готов и летает. Вес этого коптера 450 грамм. 453 грамма. Плюс пропеллер грамм 20, то есть это где-то 470 грамм, что для большого 10-дюймового коптера это супер. Рама выглядит следующим образом. Здесь у нас две пластины, которые, по идее, нужно делать из жесткого материала. Но поскольку у меня ничего нет, а хотелось сделать это более-менее симпатично, я их напечатал. Да, и уже вот верхнюю пластину, на самом деле, повело. Ну, не знаю, ладно. Я постараюсь, может быть, в Туле заказать вот эту выпилку вот этих вот пластин. Все остальное, как бы, 10 копейки стоит. Себестоимость такой рамы примерно 5 баксов, наверное, может быть, 6 баксов. То есть это вот профиль, который стоит приблизительно 3-4 доллара за метр. Вот такой вот профиль алюминиевый. Можно взять также дюралевый, насколько я понимаю. Профиль будет чуть-чуть, по-моему, легче. А плюс это вот такие две пластинки и канапас сверху. Ну, все это, конечно, если у вас принтер обходится в копейки. Если у вас нет принтера, к сожалению, вам придется оплатить кому-то это все дело. По крайней мере, канапушку я бы напечатал, потому что все остальное, как бы, я бы вырезал, если есть возможность, там, из какого-то более крепкого материала. Можете кстолит попробовать, может, карбон, может, еще что-то. Почему мы не используем карбон? На самом деле, вот эту же самую раму, вот, абсолютно в том же варианте, можно собрать на карбоне. Вот на карбоновом профиле есть квадратный карбоновый профиль. Цена, друзья, цена. Вот эта вот штука обошлась мне в 3 доллара за метр. Карбон стоит где-то 45 долларов за метр. То есть это просто космическая цена. Ну, понятное дело, что вы облегчите раму практически в 2 раза. Если сейчас она 150, там она будет в районе 100, может быть, 90, 85 грамм весить. Ну, со всем этим барахлом, если еще вот эти пластины на карбон поменять, так и тем более. То есть это будет очень легкая рама, очень жесткая, очень практичная. Но цена, если вы готовы выложить дополнительно, чтобы дополнительные бабки за карбон, чтобы эта штука реально дольше летала, он будет, конечно, летать дольше, поскольку вы скинете прилично веса. Я вам предлагаю воспользоваться этим вариантом. Если вы хотите собрать бомж-коптер, вот как я, чисто для таких полетов для души, возможно, надо какую-то писалку, можно прикорячить сверху, поставить какой-нибудь, типа, не знаю, приделать стульчик. Такая вот рама обходится в 5 баксов. В карбоновая рама обойдется, ну, где-то 50-55 баксов, я думаю, что это такое, учитывая резку, материалы, пересылку и так далее. Сейчас у меня вообще все настроено. Я сейчас сделаю бэкап и попробуем поставить самую последнюю, самую новую прошивку. Первую очередь, что нам нужно сделать, это нужно прошить полетник в INAV, для того, чтобы проверить, как мы все соединили. После того, как вы все спаяли, я показывал, как паять в предыдущем ролике, где я вам сказал общий концепт проекта. Я думаю, где-нибудь вот здесь наверху оставлю, короче, аннотацию, посмотрите там. После этого мы переходим в INAV, прошиваемся. Если у вас полетник приехал в Betaflight, то нужно перепрошиться. Если в INAV, то оставляем так. Поскольку у меня здесь уже стоит ArduCopter, я не могу напрямую здесь нажать кликнуть, чтобы он сам перевел его в DFU, поэтому мне нужно нажать вот сюда на кнопочку BOOTA и только потом вставить USB. Вот, нормально. Как видно, вот здесь появилась надпись DFU. Здесь не должно быть написано какой-то COM-порт или вообще ничего. Здесь должно быть написано DFU. После этого переходим, ищем то, что нам нужно. Motec F405, без разницы, любую прошивку ставим. Нам нужно это для того, чтобы проверить, как она работает, как крутятся моторы, работает ли барометр, работает ли компас, работает ли GPS. Вроде все прошилось, да, отлично, хорошо. Отключаем все. Подключаем заново. Сначала, естественно, подключаем аккумулятор, чтобы запустился в первую очередь GPS, а уже потом полетный контроллер. Нажимаем Connect. Как видно, магнитометр определился сразу. Магнитомер подключен на шину I2C, и, соответственно, он там работает себе абсолютно стабильно. Теперь нужно выбрать конфигурацию, порт. Порт, да. Вот на 4-й UART я сейчас включил GPS. Да, все правильно. Скорость, по-моему, 57 тысяч было. Ну, это ладно, хотя бы такую. Он должен, по-моему, на любой скорости заработать. Сохраняем, если у вас не выбрано. Подсоединяемся заново и заходим в конфигурацию. Здесь крутим вниз, выбираем, включаем GPS, выбираем протокол. У меня, поскольку U-Blocks Neo 8-й версии. Отлично. Смотрите, GPS подрубился. Хорошо. Почему-то теперь барометра нет. Давайте-ка посмотрим, что там с барометром. Ага, барометр просто не выбран. Надо выбрать либо авто, либо тот барометр, который у вас. Насколько я помню, здесь вот этот 280-й барометр. Выбираем его. Сохраняю. Можно выбрать авто. Я думаю, он подберет драйвер под него автоматически. Все. Смотрите, у нас с вами все сенсоры работают. То есть у нас и гироскоп, акселерометр работает, магнитометр, компас работает, барометр, GPS. Вот эти датчики обязательны. Если вы хотите подключить дополнительные датчики, попробуйте. Я этим пока не занимался. Возможно, они уже работают. Хотя, не факт. То есть нужно проверять. У меня этих датчиков у других нет. Там, например, сонара или датчик скорости воздуха. А если они у вас есть, попробуйте. Я думаю, частично они могут уже и даже работать. Теперь включаем моторы. Вот эту галочку вставляем на крайнее синее положение. Сохраняем. Мотор должен прогрузиться. Хорошо. Прогрузились. Теперь идем во вкладку Motors и запускаем их. Я могу сказать, что у меня мотор уже сразу все в правильную сторону крутится. То есть крутится туда, куда надо. Это ардукоптер. Здесь нет обратного вращения. Поэтому у вас все пропеллеры должны вращаться к центру. И эти сюда, и эти сюда. То есть если мы возьмем вот этот мотор, это у нас получается первый мотор. Если я поставлю так бумажку, то видно, что он крутится в эту сторону. То есть это, ну, правильное направление. Оставляем его таким же. Также проверяем все моторы, которые у вас есть. Поскольку сейчас в наше время все практически регуляторы поддерживают напрямую прошивку через полетный контроллер, настройку, прошивку и так далее. Если у вас что-то не совпадает, если у вас есть какие-то проблемы, вы просто открываете Bell Heli Configurator, нажимаете Read Setup. Если у вас какой-то регулятор не в то направление крутится, здесь можно поменять с Normal на Reverse и наоборот с Reverse на Normal, чтобы подправить направление, чтобы все они вращались так, как нужно. После этого сохраняем. После этого мы, в принципе, закончили. Если вы хотите, вы можете также еще немножко покрутить, попробовать настроить это все в iNav, чтобы оно взлетело, чтобы оно висело в воздухе. Проверить, как моторы работают, нет ли там каких-нибудь замыканий внутри, то есть мотор вроде как работает, а когда Gascuda Edge, он проваливается, перестает крутиться и так далее. Проверить все, как работает, прежде чем вы начнете прошивать arducopter, потому что потом придется либо подключаться через arduin к регуляторам, чтобы что-то перенастроить, либо просто прошивать обратно на iNav или на Betaflight и так далее. Ну, в общем, мы проверили. Сейчас все сенсоры работают, все с этим четко, нам больше, в принципе, ничего не надо. Теперь прошиваем arducopter. Следующее, что мы делаем, это заходим в Google, пишем matek.ctr. Да, и переходим на сайт matek, то есть напрямую к производителю. Там есть прошивки, которые самые последние, судя по всему. Заходим в ardupilot. Здесь у них, на самом деле, довольно сложная инструкция. Вот здесь я посмотрел, здесь есть ролик, как это все прошивать, там нужно копировать какие-то команды туда-сюда. Ну, в общем, это не очень просто, там нужно что-то вот вставлять с блокнотика и вручную это все прописывать. Я бы вам не советовал это делать, поскольку я вам дам архив, который уже все это автоматически делает. Вот, вам что здесь нужно сделать? Вам нужно здесь скачать только последнюю прошивку, вот, firmware. И это все, что вам нужно знать. То есть я остановлю, поскольку я уже один раз ее скачал. После этого открываем этот файл и смотрим, что здесь есть. Тут есть отдельно для коптеров, отдельно для самолетов под любые прошивки. Выбираете коптерную прошивку и смотрите, что здесь есть. Вот здесь есть, например, Matex CTR. И тут несколько разных прошивок. Нам нужна прошивка, которая BIN с разрешением, расширением BIN. И который называется CTR.BL. После этого я вам дам также вот такой вот архив, в котором уже есть пару прошивок. Это одна довольно старая прошивка, но стабильная, с которой я лето, альфа-1. То есть альфа-1 на самом деле работает у меня и работает она стабильно. Теперь эту прошивку с точкой BIN на конце и CTR.BL копируем в эту папку, где вы ее не распаковали. И после этого нажимаем флэш. Но прежде чем нажмем флэш, нам нужно сами подключить полетный контроль опять же в режиме DFU. Я точно так же опять зажимаю кнопочку. Да. И после этого я нажимаю флэш-бет. Он сам вводит все нужные команды и начинается прошивка. Как видно, прошивка пошла. Все, мы просто теперь ждем и наслаждаемся, когда закончится работа этого скрипта. Как видно, здесь написано «файл downloaded successfully». Вам нужна эта надпись. Эта надпись означает, что файл успешно прошился. Мы нажимаем любую кнопочку, нажму пробел и все. После этого нам нужно скачать Mission Planner. Мы заходим сюда, пишем Mission Planner. Также есть программа Q Ground Control, но я пока не разобрался. На самом деле она не настолько близка мне, поскольку с Mission Planner я очень много работал в свое время. И более-менее понимаю, что куда. Вы заходите на сайт Mission Planner и качаете последний Mission Planner вот отсюда. Он начинает скачиваться, весит приблизительно 94 мегабайта. Он у меня уже скачан. Я его просто открываю. Хорошо, что нам нужно сделать? Мы вытаскиваем USB. Теперь нужно подключить аккумулятор, поскольку GPS и компас иначе не заработают. Я подключаю все это дело сюда. Да, вроде работает. И после этого можно воткнуть и на ту самую телегу. Компорт должен определиться автоматически, по идее. Но у меня он единственный. Я думаю, как и у вас. Поэтому мы просто нажимаем Connect. Да. То есть реально потребовалось 30 секунд, чтобы он обнаружил полетный контроль. И потом еще где-то 30 секунд, чтобы он прогрузил все параметры. Не очень торопится. Все, как видно, у нас пошли уже данные. Вот здесь вот у нас высота. С барометра идет. Здесь у нас какая-то ориентация идет по компасу, судя по всему. Но компас пока съехал, он показывает мимо. В месседжерс он будет отображать все проблемы, которые у нас есть на данный момент. Если у вас какие-то есть проблемы, и он не пойдет там стартануть, либо что-то еще не до конца откалибровано, он здесь об этом напишет. Смотрим, что здесь есть. То есть, ну, здесь написано, что просто ни дофига чего не закончено, ни нормально, ни откалибровано. Что нам здесь нужно сделать? Я добавлю два файла, которые нам необходимы будут для всего этого дела, поскольку здесь огромное количество параметров, которые нужно настаивать, и которые частично работают, частично не работают. Поэтому я даю сразу параметры, которые уже работают, которые работают у меня. Вам нужно будет только поднастроить пару небольших моментов. Заходим в Full Parameter List. И нажимаем Load From File, то есть восстановить из файла. Я добавлю эти два файла, они называются List и 3. И почему-то в List сохраняются на самом деле не все параметры, поэтому я сохраняю отдельно и List и 3. Открываем List, нажимаем ОК. Он, видите, частично какие-то параметры добавил, но здесь 66 параметров не хватает. Но это мы сейчас восстановим. Теперь после этого мы нажимаем Save, то есть Write параметр. Он говорит, вы уверены? Я говорю, да. После этого открываем 3 и выбираем опять же Load From File. Теперь нажимаем All Parameters. Теперь загрузился. All Parameters 3. Он говорит, все в порядке. И вот здесь он теперь восстанавливает все параметры. Реально он все параметры берет. Возможно, можно восстановить только 3, и тогда вам не придется дважды это делать. Но я нажимаю еще раз сохранить, подстановить, да. После этого у вас должен быть полетный контроллер более-менее подготовлен к работе. Теперь его можно калибровать, настраивать. Теперь там выставлены правильные фильтры, правильные значения всяких различных вещей, которые до этого были неправильны, которые были по умолчанию рассчитаны не на это. После этого мы подключаем все это дело еще разочек. Так, заходим сюда, и здесь уже выставились какие-то мои оффсеты. Вот пошли уже, судя по всему, спутники потихонечку ловиться. А суть в том, что теперь вы открываете здесь, смотрите, что у вас не работает. Здесь он пишет no fix. Это хорошо, значит GPS сам уже подрубился. Если бы он писал no GPS, тогда вы неправильно соединили GPS или что-то такое. Но поскольку это вы проверяли до этого вайна, должно здесь все сразу подхватиться. Кроме того, смотрим как бы ориентацию полетного контроллера. Если у вас ориентация полетного контроллера была, как я говорил, правильно, то по стрелочке прямо. Тогда здесь должно все совпадать. Но если вы здесь перепутали, то надо будет немножко поправить. Для того, чтобы поправить, вы заходите в Advanced параметр и крутите слегка вниз. Где-то здесь должен быть Board Orientation. Да, вот он, Board Orientation. Соответственно, здесь вы можете вбить любую позицию полетного контроля, которая вам придет в голову. Любой стороной, вверх ногами, боком, вот так, вот так, вот так. Ну, просто по любым углам. Главное смотреть, что после этого он правильно реагировал на ваши наклоны. То есть, если вы обратно переходите во Flight Data, нос должен опускаться, когда вы опускаетесь, подниматься в небо, когда вы поднимаете его. Также вправо-влево горизонт должен смещаться. Все должно быть совпадать. Да, мне, кстати, здесь еще несколько раз спрашивали, еще в свое время, уже несколько лет назад. Когда вы поворачиваете коптер вправо, горизонт наклоняется влево. Но это правильно, это так и должно быть. То есть, горизонт должен отклоняться в обратную сторону. Это получается на картинку, вы видите то, что вы бы видели из камеры квадрокоптера. Соответственно, горизонт отклоняется в обратную сторону вашему наклону. После этого мы идем в Initial Setup и начинаем подряд. Ни в коем случае не запускайте Wizard, поскольку Wizard вобьет стандартные параметры, которые нам с вами не нужны. Frame Type. Ну, здесь, по идее, должно быть все верно. Если у вас какая-то другая рама, вы можете попробовать, поэкспериментировать и что-то другое подобрать. Калибровку аксирометра. Погнали, значит. Нам, во-первых, нужно что-то более-менее прямоугольное, либо просто прямое. Не знаю, я на самом деле здесь не очень точно это все калибрую. Скорее всего, если вы откалибруете точно, это будет гораздо точнее работать и в воздухе. Вы нажимаете калибрит аксирометр. Во-первых, он говорит, поставьте ваш квадрокоптер абсолютно плоско на землю. И после этого нажмите калибрит. Я поставил квадрокоптер на вот такие вот подставочки, чтобы он более-менее стоял ровно. То есть, он никуда не болтался. Нажимая Done. Теперь он говорит, поставьте квадрокоптер на левую сторону. Соответственно, мы ставим квадрокоптер на левую сторону. Вот так вот приблизительно. И как делаю я. Я беру третью руку. Прихватываю вот с какой-нибудь стороны, чтобы она просто придерживала его. И выставляю потом угол. Соответственно, если вот у меня вот эта штука стоит вот так, то она должна на всем своем протяжении приблизительно одинаково перпендикулярна быть. После этого нажимаем калибрит. Теперь он говорит, поставьте квадрокоптер на правую сторону. Хорошо. Ставим на правую сторону. После того, как вы выставили, ничего никуда не смещалось. Нажимаем калибрит. Говорит, теперь поставьте носом вниз. Носом вниз. И точно так же фиксируем его каким-либо образом. Вот здесь вот я, например, за стяжечку зафиксирую. Нажимаем калибрит. Теперь говорит носом вверх. Вот, теперь он стоит ровно. Нажимаем калибрит. И самое сложное, это нужно его будет перевернуть. Сейчас придумаем, как бы его перевернуть, чтобы еще он достаточно ровно остался при этом. Ну, кстати, я думаю, на самом деле будет неплохо, если просто на мотору поставлю. А, нет, канапа мешает. Все, я вроде поставил, но он слегка пошатывается. Но я надеюсь, у этого хватит, чтобы примерно откалибровать его. Нажимаем, он говорит Calibration Successful. Нам повезло. Мы с первого раза откалибровали. Иногда бывает такое, что вы там сильно трясли. И он говорит, что Calibration не нормальный. После того, как он написал Calibration Successful, вы идете в Configuration Tuning. Идете в Full Parameter List. Нажимаете ОК и смотрите здесь пару параметров. Это вот здесь Offset по X, по Y, по Z. И также здесь вот по гироскопу. По X, по Y и по Z. То есть, если вот эти вот значения не 0, то акселерометр с гироскопом откалибровались нормально. После того, как мы закончили калибровать акселерометр, мы, конечно же, это все дело отключаем и перезагружаем. Потом заново подключаемся через нашу с вами программку. Теперь он пишет у нас Compass Not Calibrated. И это хорошо. Значит, все с компасом в порядке. Надо его откалибровать. Для этого мы заходим сюда. Это у нас вкладка Compass. Я также снял с рук вот такой браслет, который держится на магнитиках. Надо избежать всяких различных магнитов. И постарайтесь подальше отодвинуться от компьютеров, от лаптопов. Чтобы у вас там не было, я вот сейчас его беру. Я сразу прикорячил батарейку сюда. Это гораздо удобнее. В метре от всех этих всех электронных оборудований. Постараюсь откалибровать его. Его придется крутить до тех пор, пока программа сама не скажет, что хватит. Иногда мне требовалось несколько минут его встать и крутить. То есть это тоже хорошая зарядка. Также вам обязательно необходимо после калибровки убедиться, что у вас правильно оси показывают. Что он на север показывает север. На юг показывает юг. Если он неправильно показывает, возможно, у вас неправильно стоит вот эта ориентация. Я ориентацию скопировал с iNav. В iNav я выставил ориентацию. Под каждый компас нужно усталять свою ориентацию. Насколько я знаю, на BN-880, обычный битян, там в ориентации точно такая же. Rolls-180, насколько я помню. На этих вот красненьких тоже такая же. На TS-100, очевидно, тоже, но я не уверен. Если у вас не совпадет что-то, то попробуйте подыскать другие ориентации, поскольку это обычно делается наугад. Нажимаем старт. Я его кручу сначала вот так кручу. Потом вот так кручу. Ну, просто во все стороны кручу. То есть мне без разницы, на самом деле. И по летному контролю, по идее, большой разницы нет. Он смотрит во все стороны, смотрит, когда вы там достаточно точек соберете, для которых он смог бы откалибровать этот компас и так далее. Покрутим вот так вот. Покрутим вот так вот, вот так вот. Мотор дернулся. О, он говорит, что достаточно. Уже с первого раза. Обычно мне не хватало терпения. И обычно он гораздо дольше это все делает. Он говорит, пожалуйста, перезагрузите автопилот. Вот сейчас мы этим и займемся. Как проверить, что он откалибровался? Вот эти оффсеты, которые у вас здесь есть, они не должны быть равны нулю. А если они у вас, так же, как у меня, там минус что-то, плюс что-то, то значит все с этим четко. После этого переходим во Flight Data и направляем коптер приблизительно на север. Ну, вот там у меня север. То есть коптер сейчас правильно смотрит на север. И вот там же он показывает 360 градусов. То есть 0. 0 это север. Теперь вращаем на 180. Приблизительно вот так вот. И он показывает 170-175 градусов. Ну, я тут не знаю точно, где юг. Но приблизительно он точно показывает. Также поворачиваем на все бока. Смотрим, чтобы он на боку сильно не менял свои значения. Хорошо. Теперь сюда на 0. Очень четко. Так что все с этим в порядке. Компас мы откалибровали. Говорит No RC Receiver. Это значит, что у нас нет приемника. Сейчас будем настраивать приемник. Все так же почему-то здесь работает не на пине S-BUS управления, а на вот этом пине, который я показывал выше. То есть на одну штучку выше его надо припаять. Как видно, вот я уже двигаю стики, то тут все меняется. Теперь что нам нужно сделать? Здесь все подписано. И здесь подписано, что куда идет. Если у вас неправильные каналы, то вам придется немножко подзаморочиться. Когда я двигаю стик вправо, Roll уходит в ту сторону. Влево Roll уходит в эту сторону. Throttle вверх, Throttle вниз. Я в ту сторону, я в эту сторону. И Pitch вперед, назад. Но Pitch, кстати, да, здесь в обратку работает. Я должен это сразу уточнить, потому что когда я оставил Pitch так, что вперед наклоняясь, значение шкалы поднимается вверх, это почему-то было неправильно. Он почему-то носом, наоборот, назад начал клевать. Поэтому, когда вы поднимаете здесь эту штучку вверх, у вас Pitch должен идти в обратную сторону. Поэтому сделайте все реверсы и поставьте правильный канал на аппаратуре. Для этого нужно зайти. Если у вас Taranis или Horus или какая-то другая аппаратура от Fersky, то здесь все достаточно просто. На других аппаратурах я не знаю. Вы заходите в Mixer, либо в Inputs и просто меняете порядок каналов. Где у вас находился канал 1, должен стать, например, канал 2. Где канал 2, должен стать канал 4. И так далее. Вы подбираете эти до тех пор, пока у вас правильно не сойдутся все каналы. Например, смотрите, я хочу поменять сейчас вот эти два канала. То есть, чтобы Throttle был на четвертом канале, а Illeron был на третьем канале. Как я это сделаю? Нажимаю один раз и двигаю на четвертый канал. Здесь я могу это удалить. Все. Теперь этот нажимаю сюда, поднимаю вот сюда. Это можно удалить. Вот у нас два канала поменялись. То есть, просто копирую, перемещаю, а потом удаляю канал, вы меняете порядок. Сейчас, как видно, у меня вот, например, в конфигураторе теперь газ стал отвечать за яв, а Throttle, видимо, отвечает за яв. Да. Да. Странная тема. Ну, то есть, сейчас обратно. То есть, так же меняем на третий канал. Здесь удаляем лишнее. Теперь на третьем канале лишнее у нас Illeron. Он перемещается на четвертый канал, а из третьего канала его нужно удалить. Теперь у нас на третьем снова Throttle, на четвертом Illeron. Ну, у вас порядок может быть другой, в зависимости от того, как у вас настроена аппаратура. Также нужно назначить все возможные вот эти вот переключатели, на все, которые вам нужны. Вот эти вот, вон там, вон, вот здесь, вот, чтобы все у вас как надо работало, поскольку это очень важно для того, чтобы вы могли потом их настроить под какие-то определенные задачи. И нажимаем после этого Calibrate Radio. Он говорит, убедитесь, что у вас подключен приемник, то есть, питание на нем есть и нет пропеллеров. Мало ли что-то стартанет. Нажимаем ОК. Он говорит ОК. И теперь двигайте все ваши переключатели, стики до максимальных значений. То есть, вот один стик, потом второй стик, потом, по-моему, вот это вот. Я не помню, какие я из них назначал, куда, поэтому я подвигаю все. По-моему, вот это я не назначал. Шести позиционные я тоже не назначал. Вот этот сюда, этот сюда, потом этот сюда, этот тоже сюда. И вроде все, да. То есть, после этого у нас появились вот эти красные полосочки, которые показывают у нас максимально-минимальное значение этого канала. Нажимаем клик, чтобы сохранить. Сохраняем. Сохраняем. Все. Получается, у нас это все сохранено. Теперь мы можем попробовать стартануть. Нажимаем сюда. Ура! Стартует. Ну, поскольку у него сейчас вроде как все в порядке, поскольку мы уже все откалибровали, он стартанул моторы. Отключаем. Ладно, дальше. Смотрим теперь серво-аутпут. Нам это не нужно, но если у вас есть какие-то сервы, и они подключены к каким-то моторам, то здесь это можно чуть-чуть подкорректировать. Потом заходим в ESC Calibration. Здесь выбираем наши протоколы. Я поставил OneShot 125. Он будет также изначально и в вашем файле сохранен. После этого мы должны вбить минимальный троттл. Как узнать наш минимальный троттл? Это то значение, на котором наши моторы не крутятся. То есть мы поднимаем значение вверх. Вот как видно, здесь они уже стартанули. То есть нам нужно опустить, 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 еще опустить. Но вот и где-то на 30, судя по тому, что я до этого вбивал, моторы не крутятся. Хорошо. После этого вы подбираете максимальное значение, если вы хотите. Но обычно 1900-1950 это стандартное значение, оно работает хорошо. После этого выбираете минимальный газ, который будет у вас сработать, когда вы включите заармите коптер. Явно занижает показания наш с вами датчик, поскольку мы его еще не калибровали. Он показывает 11.1, хотя батарейка вроде как полная была. Ладно, идем дальше. Теперь смотрим армием этот коптер. Обязательно делать это без пропеллеров, это логично. Достаточно высокая скорость. И вот здесь можно подогнать эту скорость под тот уровень, который вам нравится. Вот так вот, еще медленнее, побыстрее, побыстрее, побыстрее. Я вот остановился на где-то 40-50, чтобы у меня моторы нормально уже крутились, не стопорились, если проб тяжелый и так далее. Поэтому 40-50 подсмотрите, как вам удобнее. Spin Minimum и Spin Maximum это то, какое он будет значение использовать в воздухе, он ниже этого значения не опустится. Это тоже интересная тема. И Spin Maximum это естественно, где он будет наверху. Так, после этого нажимаем Flight Modes и смотрим, как они у нас настроены. А как настроить переключатели, чтобы работали все шесть режимов, вы можете найти в интернете. Но я покажу вкратце, как это работает. У меня получается настроены вот эти два переключателя, как под эти два режима. Если переключая этот, у меня включается Alt Hold, потом Return to Home, ну то есть возврат домой. Если кликаю сюда, это Position Hold, то есть удержание по GPS и потом Land. Circle, то есть Circle у меня вообще практически не используется, поскольку он мне, ну не нужен у меня на самом деле. Как этого добиться? Для того, чтобы это сделать, вам нужно использовать логические свитчи. У меня на этот канал, вот на этот канал забинден этот канал, который отвечает за режима. За режим у нас отвечает только единственный канал, это пятый. Здесь этого поменять нельзя. То есть пятый канал на передачу, с передатчика у нас будет идти как управление режимами. То есть если я вот эти вот три позиции использую, то есть это верх, середина и низ. Это у нас три режима основных. То есть это Stabilize, Alt Hold и Return to Home. Если вы же используете вот этот режим, этот переключатель для дополнительных двух или даже трех режимов, то можно использовать перезапись. Поскольку у нас значения идут от минус 100 до 100, то есть если я говорю, что 0, то значит у меня вот этот переключатель по серединке, он видите, черным загорается. У нас сработал логический свитч. Если я опускаю его вниз, то сработал другой логический свитч. То есть работают у нас два свитча, которые перезаписывают каналы. И в специальных функциях я задаю, что если я разработал этот логический свитч, когда на серединке вот этот переключатель, то он перезаписывает каналы на минус 45. То есть это второе положение, второй режим вот здесь у нас. Это Position Hold. Если я опускаю вниз, то он записывает их на плюс 45. То есть это пятый режим на Land. Также можно забинить, на самом деле вот на Хорусе есть шестипозиционный переключатель. Где он? Вот. Все шесть режимов можно сюда закинуть и переключаться. Но я решил, что мне вот этот вот формат на самом деле немножко удобнее. Для настройки я обязательно предлагаю использовать Acro, а потом уже переключать на Stabilize. Поскольку в стабилизации вы маскируете не очень хорошие пиды. Постарайтесь откалибровать и настроить сначала все это дело в Acro, поскольку это будет сразу точно, а потом уже накинуть стабилизацию, поскольку это идет уже вторым слоем поверх Acro. Да, и после этого заходим в Failsafe. Да, смотрим, что чего. Он говорит, у нас 3DFix даже есть. Вот у нас поймал наш коптер, это хорошо. У нас значение с приемника я настраивал отдельно на приемнике, отдельно настроил на аппаратуре. На всякий случай, со всех сторон вообще настроил. И в данном случае у меня стоит Failsafe Custom. То есть он идет вот отсюда. Что дает Custom? Custom я вбил вот таким образом. То есть у нас все значения, кроме газа, посерединке, все каналы, а газ у нас на нуле. Когда у нас газ на нуле, у нас низкое положение. И кроме того, Failsafe работает на приемнике тоже. Поэтому, когда у вас потеряет сигнал, приемник об этом дает знать полетному контроллеру, обязательно проверьте, как это работает. Выключаем аппаратуру. Все, отрубилось. Здесь, в принципе, ничего не поменялось. Но после того, как вы перейдете во Flight Data, он вам скажет, сработал ли Failsafe или нет, поскольку он не видит больше ресивера. Failsafe работает. Хорошо. И на этом мы практически все закончили. Здесь можно еще выбрать, что вы будете сделать, если у вас Failsafe. Для начала я советую вам использовать Land, поскольку если у вас коптер что-то плохо настроен, он может улететь вообще неизвестно куда. Сначала используйте Land. Поскольку я уже поднастроил, я использую уже RTL, то есть возврат на точку дома. После этого вы можете переходить в опциональные настройки. Здесь, например, есть Battery Monitor, который можно откалибровать. Подключаем. Вот такую штуку я сделаю. Это Power Meter от Turinger. Он показывает и напряжение, и ток. Теперь заходим сюда. Подключаем, естественно, полетный контроллер. Так, заходим в Optional Hardware, заходим в Battery Monitor. В данном случае у нас напряжение, судя по тому, что здесь написано 12,06. Мы его должны вбить вот сюда. 12,06. И вот здесь вот смотрим наше напряжение. 12,02, 12,05, 0,3, 0,10. В общем, это совпадает. Теперь смотрим ток. Он показывает 1,6 А на данный момент. И это, естественно, неправильно. Заходим сюда. Как видно, здесь ничего невозможно поменять. К сожалению, вот напрямую отсюда она почему-то у меня, по крайней мере, не работает. Поэтому я делаю это точно так же, как, например, в Betaflight или VNAF. Мы будем подбирать значения вручную. Это делается вот здесь. Мы просто крутим вниз. Здесь вот значения Amps per Volt и нулевой offset. Сейчас у нас 150 стоит. Как видно, там что-то 1,6 А показывает. Это слишком много. Здесь у нас показывает 0,31 А. Поэтому я опускаю, ну, скажем, до сотки. Предположим, опустим сюда. Сохраняем. Сохраняем. Сколько показывает? 1 А. Хорошо. Можно еще опустить. Опять же, крутим сюда. Вот здесь per Volt. Окей. Ну, допускаем, скажем, 70 поставим. Сохраняем. 0,7 А. Хорошо. Уже неплохо. Значит, еще опускаем. Ну, например, 35. Пусть будет 35. Вот так. Хорошо. Сохранили. 0,4 А показывает. Ну, здесь показывает 0,31. Хорошо. Ну, плюс-минус 0,1 А нам не важно. Теперь для того, чтобы проверить, насколько это все работает, я предлагаю дать газку с аппаратурой и посмотреть, как будет меняться вот это значение на экране. Сейчас вот здесь у нас стоит 0,4 А. 0,52, 0,53. Хорошо. 1,2. 1,3. Здесь показывает единичку все еще. 1,3 сейчас единичку показывает. Маловато показывает. То есть, по идее, нам нужно поднять оффсет все-таки немножко, потому что, видимо, нулевое значение немножко не совпадает. 0,001 сделал теперь. Смотрим. 0,3 А показывает. Хорошо. Стартуем. 1,3 А. Здесь показывает 1 А. Хорошо. Значит, дальше повышаем. Теперь наше обычное значение. Ну, в общем, друзья, так же здесь настраиваем. Точно так же, как в Betaflight. Давайте сначала корректируем обычный скейл, потом, если не совпадает 0, попытаемся оффсетом его подправить. Потом снова смотрим, проверяем, когда газ даем, сколько там получится у нас ампер, потом корректируем опять оффсет, потом скейл, потом оффсет, потом скейл. И в конце концов должна была быть абсолютно правильная четкая работа амперметра. Все, мы откалибровали датчик тока. Датчик тока сейчас показывает чуть-чуть, буквально там 0,3 А выше, но это даже, наверное, хорошо. А конечные значения у меня получились 55 и 0,0005, что, в принципе, ну, наверное, нормально. И если мы перейдем сюда, лучше здесь, наверное, не заходить больше, потому что мало ли, короче, я не знаю. Здесь эта фигня напрямую не работает, поэтому старайтесь здесь больше ничего не трогать. Главное, что во Flight Data отображается теперь правильный ампераж. Для того, чтобы понять, что с ним все в порядке, у вас не должно быть вот этих вот красных надписей на экране. Сейчас там все-таки все еще какие-то есть проблемы с компасом, я потом несколько раз перезапущу, я думаю, все будет нормально. Это просто, ну, вот, связка, полетный контроллер, USB, батарейка, нужно в правильном порядке включать, я, наверное, сейчас что-то перепутал и так далее. Это не проблема. В остальном, как видно, здесь у нас все в порядке и все вроде как даже более-менее четко. То есть баронтер работает, а GPS показывает no-fix, ну, потому что пока он не поймал фикс и все такое. Теперь нам нужно настроить это дело пиды, риты и так далее, займемся этим.